друзья мои всем привет всем огромный привет ну что ж у нас с вами сегодня очередной обзор на канал семьи колесниковых светка уселась изображая из себя великих дел огородного мастера подоставала свои знаете вот эти вот по семена которые ей дарили дети соседи и зрители в общем говорит да да везде все отрыло я так понимаю еще семена на со времен царя гороха ну и как обычно только светка решила слово молвить только начала болтать как тут же мелкая дочь а чем-то там в очередной раз отдавится и чавкает за экраном ребят все как обычно я в шоке светка трясет своими вот этими вот пакетами ничего не понимая говорит ой надо разбираться что-то растет а что-то не растет что-то всходит что-то не всходит собралась друзья мои выращивать еще и цветы вот у меня вопрос зачем зачем в прошлый раз они в прошлом году все это дело убирали вырезали вы корчевали и так далее ну а сейчас ей понадобились еще и цветы ребят я не огородник но если честно я не вижу у светки никакого смысла заниматься вот этим огородом никакого объясню по какой причине додумаю объяснять вам в принципе не нужно потому что вы все и так это прекрасно понимаете урожая у них толком так и не было но зато мы с вами наблюдали практически полгода как светка копалась с этой тяпкой возилась в этой земле ни черта не делая по дому вспомните дома был срач и бардак дома столько работы целый дом дети все лето никуда не выезжали дети все лето проходили лохматые девчонки ходили как дети алкаши а светка просто копалась в огороде в итоге они тогда и сказали что смысла им действительно никакого не было но опять друзья мои снова здорово халява как говорится и в африке халява все как обычно светки хочется себя занять вот она такой человек знаете вот ей лишь бы какое-нибудь хобби подавая чем угодно она готова заниматься лишь бы не только не заниматься вернее домом и своими детьми вот она села сидит и будет копаться алмазная мозаика какие-то там раскраски какие-то рисунки какие-то картины какие-то семена непонятно что что угодно но не пойти не разобрать свои тюки да не пойти не намыть дом не привести в порядок детские комнаты куда просто зайти страшно ребят там такое творится под кроватями везде на столах это просто какой-то кошмар нет бы пойти наварить борща приготовить какую-нибудь картошку с мясом еще что нибудь да какое-нибудь нормальное сытное блюдо нет зачем будет сидеть и рассуждать ни черта в этом деле не понимая вот какой смысл тратить свое время честно я не понимаю абсолютно сидит что-то там как всегда что-то ничего не понимает говорит а как же а как же говорит мне сажать в марте месяц и в землю когда говорит на улице еще лежит снег да как говорится мозгов нет считай коллега так и светка это сто процентов про нее и уже на русском языке пишут свете что эти цветы сажают стаканчики на рассаду и уже пишут в комментариях а светка все по-прежнему ни черта не понимает но а дарина как всегда ведет себя очень не воспитана только светка раскрыла свой рот в очередной раз как дарина тут же тоже начала ее дергать мама мама да мам да туда да сюда в общем все как всегда ребят ну а в конце вы знаете мне понравилась концовка вот этого никчемного ролика тухлого ролика светка сказала а мы продолжаем что-то делать а ведь действительно ребят так оно и есть это действительно факт вот правда все что то делают 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 копаются что-то возится а толку ребят вот посмотреть по факту вообще ничего нет то есть дом как был засран так он и засран дети как ходят лохматые и не прибранные непонятно какие да так оно и есть то есть ничего вообще не меняется вот абсолютно ничего не меняется но при всем при этом что-то как светка говорит продолжает делать друзья мои далее далее про собаку вот этот конечно влог меня просто потряс ребят и меня потрясли не столько колеса сколько те обожатели которые оказывается им тоже ищут собаку но про обожатели я скажу пару ласковых в конце ролика в общем что лёшка уселся за стул а ужинают что они там делают непонятно на столе тоже непонятно что какая-то там нарезка понятное дело что это просрочка притащенная да так вот сидит лёшка и рассуждает про собаку рассказывает а жалуется не дают бесплатно им щенка овчарки не дают говорит только собаку от девяти месяцев да говорит видимо будем брать взрослую но говорит что говорит хорошо памперсов на взрослую собаку не нужно будет на что он жалко сидит на полном серьезе и говорит а что щенкам памперсы меняют гетнее не меняют ну да и то хорошо что дошло что действительно не меняют ой лёшка опять жалуются не отдают нам не отдают нам нормальную овчарку вот говорит да только пожалуйста какую-нибудь смесь но помесь и так далее ну в общем в принципе оно и понятно колеса все хотят исключительно на халяву вот знаете друзья мои да если бы они были нормальными людьми взяли бы они себе какую-нибудь собачку дворняжку бесплатно какой-нибудь маленького щенка воспитали бы эту собаку приучили бы ее любили бы холи лили лили но какие о чем можно говорить их самих надо воспитывать им давать никого нельзя им детей доверять нельзя и конечно животных в том числе стоит посмотреть на шушу в каком она плачевном состоянии в каком ужасном состоянии она живет клетка вся в говне какой собаки вообще может идти речь далее далее сидят смотрю светка есть что-то там непонятное то ли скумбрию облизала все пальцы обсосала все как обычно лёшка давится колбасой без хлеба в общем да все нормально у них все хорошо и вот и лёшка рассказывает говорит вы знаете говорит вот у нашего бима были созданы все условия все у него было хорошо лёш а какие условия были у вашего бима сидеть на улице на цепи и в миске лежал снег вы даже воды ему не наливали и к нему не подходили неделями ваша собака сидела голодала вам эта собака была сто лет не нужна вот хочется лёшке пожелать посидеть тоже таких же так скажем полноценных условиях ну а далее друзья мои лёшка что рассказал то оказывается он не хочет чтобы собака сидела на цепи да он хочет чтобы его собака благополучно бегала не только по двору но еще и носилась по деревне говорит ну надо как-то ее так воспитать чтобы она никого не кусала чтобы никто не жаловался и так далее вы представляете полуголодная или совсем голодная собака а почему она будет такой потому что они ее кормить совсем не будут да будет носиться здоровая по деревне да конечно она будет вести себя бог знает как и потом собаку нужно специально брать маленькую для того чтобы ее воспитать овчарка это огромная ответственность и и нужно воспитывать этой собакой надо заниматься это точно не про колес абсолютно не про колес если они ее возьмут в таком возрасте в девять месяцев она их даже слушать не будет но может быть будет их бояться потому что они привыкли бить собак они же признавались что все били бима по морде в общем как то так друзья мои и лёшка такой молодец да и говорит а пусть она бегает по деревне лег а зачем затем чтобы все думали что она бездомная кормили ее вместо вас а зачем вам тогда это собака я вот ребят что-то не понимаю вообще да берут обычно собаку вот если вот они берут вроде как говорят что хотят у них дети так в таком случае почему собака должна сидеть на цепи и жить на улице мне просто интересно так берите собаку для детей берите ее в дом пусть они тогда да несут ответственность за эту собаку хотя мы все прекрасно с вами видим какую ответственность в кавычках они несут за шушу никто не хочет убрать говно в ее клетке абсолютно никто из шести детей никто только ходят болтают проходят мимо и ни черта не делают то есть собака по их мнению для чего-то будет жить на улице будет бегать по деревне но мол чтобы она знала где ее дом и приходила домой а смысл тогда вы для чего берете сволочи эту собаку мне просто интересно для того чтобы она влачила жалкое полуголодное или голодное существование ребят далее вообще прикол лёшка говорит нет а светка говорит нет максим не согласен максим хочет только овчарку так и хочется сказать так пусть максим тогда открывает свой кошелек достает оттуда деньги и идет покупает овчарку раз он хочет только овчарку суши они такие наглые это просто какой-то да они хотят значит породистую собаку щенка и чтобы им было это все дело за бесплатно мне вообще этого не понять ребят честно я не верю что это хочет максимка потому что так все это говорится как будто вот максимка хочет и лёшка сидит ему объясняет говорит ты понимаешь вот так и так не верю ребят мое мнение что сам лёшка захотел такую игрушку в виде собаки но вот захотелось ему он же говорит ну что ж крысу то купили за пять тысяч да да к чего ж мол собаку не купить слушай лёг да не вы крысу это купили не надо вам сказки рассказывать в жизни вы за неё пять тысяч бы не отдали бы это точно сто процентов вот просто даже интересно к чему это враньё далее друзья мои вы знаете что самое интересное лёшка говорит да я готов ехать хоть завтра и уже ее брать да то ли уже брать готов то ли уже покупать готов в общем а потом все это свалит якобы максим хотел и все дурачки должны поверить но когда они заговорили про своих чеканутых зрителей ребят мне здесь стало реально плохо вы знаете они грит а вот нам зрители наши спасибо вам большое да в они нам скидывают горит объявление а совета где можно взять бесплатно собаку мне хочется передать отдельный привет вот этим полудурочным зрителям и сказать вы что а вы что вообще просто сидите слепые вы что не видите что им дети не нужны а вы желаете им взять собаку вы что за изверги то такие вы что же за живодёры вы кому желаете взять собаку колесам да им не нужна сто лет это собака вы что не видите как они относятся к шуши у нее клетка постоянно грязная вы хотите чтобы у них собака была голодная во дворе болталась на цепи или бегала голодная по деревне слушайте ребят я просто в шоке от таких знаете бессердечных вот этих вот зрителей сволочей которые готовы вот что угодно лишь бы просто подмаслить вот этим колесам да и конечно я в шоке от этих колес я и говорю если они возьмут эту собаку как я говорила уже до этого но возьмут ну так поиграться на месяц на два а потом ее выкинуть скажут убежала еще что-то как это было у них с кошкой минки с котятами и так далее в общем в принципе все понятно ребят вот такой у меня получился обзор пишите что вы думаете по этому поводу оставляйте свои комментарии ну что ж всех целую обнимаю всем желаю прекрасного дня хорошего вечера берегите себя своих родных и близких здоровья здоровья еще раз здоровья ну и конечно же всем тем кто подписывается на канал всем кто ставит лайки всем кто пишет хорошие адекватные комментарии всем огромное спасибо всех целую всем пока